Всем здорова, ребят, с вами Арти, у нас на повестке дня Call of Duty Modern Warfare и мои впечатления об этом тесте. Начнем с того, что в первые дни тесты нам дали всего, если не ошибаюсь, поиграть на трех картах, с разными режимами, такими как командный бой, кибератака, штаб, доминирование и совершенно новый для данной серии режим наземной войны, который поддерживает игру до 100 игроков, где была задействована наземная и воздушная техника. Первое впечатление от игры просто огонь, оптимизация по сравнению с Black Ops 4 отличная, каких-либо багов, пролагов и падений в фпс я не заметил, ну, кроме уже ставших мемом кубических персонажей в главном меню после выхода с матча. По режимам, которые были доступны на бета-тесте. На самом деле, велосипед Activision изобретать не стали и показали нам стандартные пиу-пиу замесы с высокими динамиками боя. Мы захватывали точки для их удержания, убивали врагов за отведенное игровое время, находили и удерживали штабы и просто бились 50 на 50, пытаясь показать у кого крепче яйца. В игре очень сильно понравилась кастомизация оружия. Давно я не встречал такую детализированную настройку. Стволы, приклады, обойма, оптика, рукояти. Всего этого добра тут просто навалом. Также для каждого оружия есть перки, которые при попадании могут замедлить противника, либо ускорить вашу перезарядку, и всячески нам помогают быть еще более смертоносным орудием. И чисто по ощущениям, не сказать, что это может внести какой-то дисбаланс в игру. Скорее, это еще более гибкая, углубленная настройка своего собственного эксклюзивного оружия. Самих же стволов столько, что я не могу представить себе, как долго придется их всех прокачивать. Ведь чтобы попробовать каждый и с каждым обвесом, нам придется очень-очень много времени провести с этим оружием. А когда вы его только берете, точнее, когда оно у вас только открывается, на нем вообще нет никаких обвесов. То есть, по сути, вы будете стрелять без прицелов, не будет у вас стабилизирующих ручек, ничего не будет, просто голая пушка. Это, с одной стороны, не очень хорошо, то, что нам недоступно сразу вес, а с другой стороны, это такой некий игровой челлендж. И это очень-очень круто на самом деле. Стрельба – одно из достоинств данной игры. Теперь ты чувствуешь оружие при стрельбе, чувствуешь его вес, ну, как бы это ни звучало в рамках игры. Оно реально очень-очень реалистичное. Звуки и выстрелы стали совсем по-другому слышаться. Очень-очень красиво. Мы теряем преимущество. Не полив слегка, стрельба. По геймплею все так же динамично, как было в других сериях Call of Duty, но в этот раз ты такая просто безумный. Убивают просто мгновенно, и если тебя начали зажимать чуть раньше, чем ты мог увидеть врага, ты точно тру. Очень порадовали снайперские винтовки, которые теперь ваншотают на урай, даже в тело. Вдобавок, среди новых геймплейных механик в мультиплеере появился полноценная физика для пробивания пуль, возможность уставления сошек и вламывания дверей. Двери, как ни странно, и правда работают так, как нам показывали в геймплейных роликах от самих разработчиков. То есть мы их действительно можем приоткрывать, мы их можем выбивать плечом, или просто открывать на Ешку, ну или кнопки действия, которые у вас стоят. Единственное, что не понравилось, двери иногда открываются, когда ты рядом пробегаешь. Это дико калит, это дико громко, дико кажется, что оттуда кто-то выходит. Ну и конечно же, в игре очень-очень не хватает Q и E наклонов. Не знаю, вот в Call of Duty, по-моему, никогда такого не было. Вот если бы они это ввели, это было бы очень круто и очень удобно, потому что наклоняться в таких замесах очень-очень прикольно. Массовые замесы, которые ввели на второй день бета-теста, там где 50 на 50, мне сначала не зашли. После динамичных боев 10 на 10 они вообще не зашли сначала, но потом, потом чуть-чуть поиграв, ну в течение дня, я понял, насколько это круто тактически. То есть там реально, там есть те, кто первый раз заходит, они просто бегут вперед и стреляют. Ну а те, кто несколько уже провел таких, ну матчей 50 на 50, они играют более тактично, и вся команда играет более тактично. То есть ты можешь телепортироваться на технику, телепортироваться на своих тиммейтов, за что тоже получаешь очки. И там уже никто не бежит вот так вот в бой сразу, чтобы умереть или еще что-то. Там реально все уже сидят, есть те, кто прячется. То есть там снайперки работают гораздо лучше, чем в режимах 10 на 10, либо 6 на 6. Потому что в тех режимах настолько быстрее такая динамика, то что, ну как мне показалось, снайперки там не очень круто заходят. А вот в таких вот масштабных сражениях, это реально очень-очень круто выглядит. Эдакий Battlefield, но Call of Duty. Реально, как Battlefield, но только в сеттинге Call of Duty. То есть очень круто, очень интересно отыгрывать. Наш трон-локатор готов к сопровождению. Над нами наш патрон. Техника управляется на самом деле не очень. Вертолеты вообще не очень. Танки, блин, застревают об каждое дерево, об каждый камень. Это тоже не очень комфортно. Как-то, ну не естественно выглядит, но для Call of Duty в принципе это норма. Тем более я не помню техники, кроме Black Ops 4, где были свои КАМАЗы, вездеходы вот эти вот. То есть тут техника лучше. Лучше, чем в Call of Duty Black Ops 4. Также интересная новость. Поступила только сегодня утром. И вроде бы как прошел слушок, что в файлах игры нашли упоминание Королевской битвы. Хотя нам железно обещали, что ее тут не будет. То есть это тоже на самом деле очень-очень интересная новость. Я на стриме, я на стриме сказал то, что Королевская битва данной Call of Duty не нужна. Потому что здесь все и так, всего достаточно, так сказать. Куча оружия, куча обвесов. Ты их прокачиваешь. У тебя динамика боя просто мега высокая. Все режимы классные. Они разные. Они вносят разнообразие. Но, поиграв два дня на стриме, я понял и на стриме это сказал, что я бы поиграл в Королевскую битву именно в этой игре. Потому что мне кажется, они и Королевскую битву сделают гораздо лучше, чем была в Black Ops 4. Единственное, я не знаю, может быть это упоминание не самой Королевской битвы, а каких-то там связанных лутбоксов с ней. Не знаю, возможно, нас будет ждать все-таки донат, наверное, какой-то. И меня безумно радует то, что здесь нет вот этих донатовских фич, как было в Black Ops 4, в плане скинов и скинов на оружие. Вот этих вырви глаз цветастых. То есть здесь все более серьезно. Все более по-мужски. Поэтому, блин, это очень круто. И по итогу, я считаю, что этот тест прошел отлично. Мне лично игра очень зашла. И я буду с нетерпением ждать ее релиза. Поэтому, если вам игра тоже понравилась, либо данный ролик вам тоже понравился, я жду от вас каких-то лайков, активностей, комментариев. И до новых встреч, ребят. Альфа под контролем. Захватываем Браво. Мы потеряли зону С. Мы захватили зону Браво. Потеряем зону Альфа. Над нами вражеский БПЛА. Мы потеряли зону А. БПЛА...